здравствуйте уважаемые господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике меня зовут андрей дуйко и сегодняшний вебинар он будет иметь основную тему а также я постараюсь ответить на вопросы которые вы мне задаете прямо сейчас находясь в вебинарной комнате и находясь на моем канале в youtube андрей дуйко наш сегодняшний вебинар называется к чему приводят мечты как это связано с невезением и алкоголизмом ну давайте немножечко я поотвечаю на те вопросы которые вы мне задали и перейдем к основной теме и так и так юлия булаткина час все комментарии вот как сделать так чтобы пока узнаешь подходит ли тебе человек для жизни или нет не успеть привозиться к нему при этом же надо еще восхищаться все это так сложно обращайте внимание на мужчину насколько он несет за вас ответственность и насколько он берет эту ответственность на себя в случае если мужчина берет ответственность допустим забрать детей оплатить квартиру если он тратит на вас деньги если он знаете что объединяет перед началом знакомств мужчину и женщину совместные деньги если у вас совместные деньги если у вас совместное доверие то можно рассчитывать на такого человека как мы это все от себя отталкиваем не мечтайте давайте наверное начнем именно с этой темы и так чему приводят мечты обычно читаю изучая литературу эзотерическую особенно трансерфинг реальности который фактически обозначает исполнение или моделирование своей жизни с помощью своих мыслей и образов некоторые люди начинают думать что именно так работает данная система сегодня я вас хочу разочаровать и сказать что данная система она конечно же работает и так но в целом работает по другому каким образом это работает я хочу вам сказать что есть очень много людей которые пытаются практиковать данные методы и сталкиваются с тем что у них ничего не происходит то есть они начинают говорить скоро у меня будет миллион долларов вернее у меня миллион долларов я богат также они используют техники визуализации представляя будто у них своя квартира будто их бизнес развивается будто вот как у юли булаткины допустим там мужчина появился она начинает о нем думать и так далее как же это все устроено и что же на самом деле кроется в тайне исполнения наших желаний для чего эти желания существуют и как это все взаимосвязано между собой я очень часто произношу во время своих вебинаров и обычно об этом говорю что концепция обязательная тайна и тайна которая работает на сто процентов будьте уверены в этом заключается в том что с нами происходит не то о чем мы думаем а с нами происходит то что мы чувствуем и несколько слов об этом дело в том что чувства могут вызывать у человека удовольствия и чувства могут вызывать у человека удовлетворения как или для чего человеку дали вот такие чувства когда человек допустим удовлетворен то этого с ним происходить жизни уже никогда не будет допустим допустим женщина начинает встречаться с мужчиной после чего мужчина не звонит не пишет ей там ничего не делает допустим там какое-то время в этот момент женщина начинает мечтать то есть первый день она мечтает как она будет за него замуж выходить где они будут жить как он ее будет содержать каким как она будет на него рассчитывать и так далее то есть у нее появляются мечты если бы мыть мечты если мечты кратковременной в виде вспышек то это моделирует то что с ней будет происходить в случае если они кратковременные в случае если они жарки если они яркие но в случае если ее мечты настолько глубокие что она нажива начинает в них проживать в этих мечтах как бы в иллюзию впадает то после этого может произойти удовлетворение и тогда случае если удовлетворение произошло от мечтаний то данная мечта уже никогда не осуществится для высших сил для тех сил которые создают для нас будущее для этих сил очень важно чтобы человек испытал состояние удовлетворения в тот момент когда он чего-либо добьется и сознание человеку дано для того чтобы создавать для него идеи намерений но если человек превращает намерение в удовольствие эти удовольствия раскручивают то удовольствие может перерасти в полное удовлетворение если вы от того что вы мечтаете получаете удовлетворение знайте вы сто процентов этого уже не получите так допустим если женщина мечтает о мужчине и и это приносит удовлетворение как определить приносит удовлетворение или нет ну отпускает по-другому это звучит то есть она сегодня мечтает но помечтала и ей уже хорошо помечтала и ей уже хорошо то есть удовлетворение получила случае если на второй день помечтала ей уже хорошо то этот мужчина с ней жить не будет также допустим когда человек начинает создавать бизнес вот у меня был когда-то вернее три недели назад я во время вебинара говорил никогда не начинайте работать с фантазерами почему дело в том что фантазеры они начинают работать так допустим человек говорит себе так я хочу этим заниматься начинает этим заниматься начиная делать какие-то действия а вечером не может успокоиться и начинает продолжать и это я сделаю и это и вот этих людей закажу и вот так и вот такое я придумаю этикетка будет такая и вот туда отправим такие договоры а потом вот сюда это станет вот таким и так далее смотрите эти все мечты они приводят человека к удовлетворению и перегоранию именно поэтому если вы хотите чтобы у вас что-то произошло как можно меньше об этом мечтайте не совершайте этих ошибок мечтаю сильно мечтая о чем-то долго вы можете удовлетвориться этим и это вашей жизни не произойдет если это произошло то зачем вам вновь это давать человеку в живую если он удовлетворен уже в своем сознании именно поэтому это пункт 1 никогда не никогда не мечтайте подолгу если делаете бизнес раздражаетесь говорите отгоняю эти мысли не не мечтайте о сладости того что еще не произошло так как это не произойдет вы себя фактически глазите поэтому старайтесь не мечтать если мечтаете то очень коротко резко быстро прекращает а желайте действовать даже немного злитесь чтобы это начало происходить куда приводят человека мечты ответить можно однозначно они приводят его к тому что исполнившись сознание его мечта реализовавшись в его сознании человек получает удовлетворение от реализованной визуально или чувственно мечты и этого никогда не произойдет в его жизни все на этом можете поставить точку и забыть об этом поэтому когда люди говорят андрей андреевич я так мечтала но этого не произошло не надо было мечтать вообще людям которые мечтательной им не повезло поэтому когда вы будете следующий раз слушать допустим трансерфинг реальности вадима зеланда много у него есть идей в общем-то хороших знаете о том что человек должен быть обособленным существом и жить так как вот ему хочется это его теория маятников ну и так далее там целый ряд есть философских доктрин но заблуждением является именно то что он утверждает что если человек произносит это со мной сейчас произошло то могу вам гарантировать что этого с вами не произойдет никогда это все не работает можете забыть об этом или скорректировать так как я вас научил куда приводят мечты в никуда ваши мечты не осуществляться никогда ни у кого этого не будет рисуйте на долларах миллион делайте доску исполнения желаний мечтайте реализовывайте в своей голове сколько хотите знайте если вы получите от этого удовлетворения в сознании то в жизни вы получите сумасшедшие преграды к этому это у женщин особенно проявляется почему нельзя человеку произносить слова как учиться в своих видео вадим допустим он говорит о том что человек ну как собственно многие то есть это и луиза хэй это и в и вадим зеланд это и ну ряд эзотериков там их очень много они обучают правдина они обучают человеку создавать аффирмацию того что с ним уже это как бы произошло сейчас то есть человек говорит я умен я богат я красив я здоров данные же слова фактически для нашего подсознания являются словами обманами то есть человек сам себя начинает обманывать то есть он говорит себе я богат но осознание говорит как же ты богат есть ты беден как церковная мышка я красивым какой же ты красивый из тебя бедра как у бегемотика или и так далее но в этом опасность еще кроется потому что когда человек говорит я богат я красив я умен я здоров то наверное случае если такие высшие силы которые управляют этими элементами и раздают человеку богатство ум и красоту то в тот момент когда они начинают искать или как бы снимать информацию из аудитории кому же дать богатство кому красоту и так далее из всех людей заслуживающих или нет они точно не выберут такого человека почему он в сознании своем уже умен он в сознании своем уже богат зачем богатство тому кто себе внушает что он богат это же реализация она произошла в сознании поставьте тире у вас этого не будет люди которые произносят я умен я красив я богат у меня есть такая квартира или еще что-то должны знать этого в их жизни не произойдет никогда бог думает кому дать богатство смотрит на человека который говорит у меня все есть или я богат у меня много денег после чего не дает ему почему зачем ему давать если он уже богат кстати по моему мнению человек очень страдает из-за самообмана потому что по моему мнению самообман приводит человека к появлению депрессии именно поэтому не стоит самообманываться там кто-то спрашивал андрей андреевич как человеку необходимо как вообще человек начинает зарабатывать и строит бизнес вся особенность этого заключается в некоторых таких компонентах которые присутствуют у того человека который начинает зарабатывать первое это преодоление страха второе это включение решительности третье многократное перешагивание через себя четвертое неудача всегда сопутствует начинающему человеку помните об этом появляется всегда у человека который начинает заниматься бизнесом появляются долги и разочарования и после этого вновь появляется идея и человек пробует еще раз видите ли что тот человек который начинает задумываться о том что он собирается заниматься бизнесом он должен преодолеть шесть вот этих компонентов его становления преодоление своих страхов включение своей решительности многократное перешагивание через свою лень не перегружать на кого-либо свои обязанности неудача всегда сопутствует начинающему поэтому никто начиная бизнес не будет нет ни одному человеку не будет сопутствовать удача почему принцип мечтаний перед тем как человек открывает бизнес влияет на такого человека человек перед тем как открыть уже делит деньги уже все считает все можете уже не думать о том что у вас будет успешно будут трудности появляются долги и разочарования это естественное состояние и вновь появляется идея после того когда у человека ничего не появилось и он начинает делать и это все правильно видите ли друзья мои любое начинание всегда связано с падением даже ребенок почему-то давайте представим себе ребенка даже ребенок который только начинает ходить он падает смотрите вы стали на лыжи упали вы решили стать на коньки упали вы купили велосипед упали вы начали пользоваться телефоном вы же его роняли конечно а пульт разбивали конечно а когда там начинали готовить еду она получалась невкусной конечно не напрасно говорят первый блин комом а что всегда с первого раза все у нас в жизни получалось нет почему это такой принцип бога этот принцип бога он устроен так все начинается с падения ну и когда человек падает то он обязательно ударяется поэтому когда ребенок падает он обязательно ударяется также и с нашим бизнесом вы понимаете когда человек допустим хочет идти в гору то гора это прообраз построения бизнеса когда человек поднимает в гору камень или идет в гору он же потеет конечно потеет а теперь для тех людей которые говорят о том что допустим андрей андреевич я вот решила заниматься вашими эзотерическими практиками использую ваши эзотерические методы смотрю на символы саншайн кокон обретение богатства читаю коды обретения богатства мантры обретения богатства выполняю практики прохожу санга я по обретению материального благополучия но в моей жизни не происходит ничего раз становится только хуже 2 и с моим бизнесом что-то происходит 3 плохое 3 и здесь объяснение нужно мне почему у меня ничего не получается в чем же дело рассказываю когда человек обычный не занимающийся никакими эзотерическими практиками начинает заниматься бизнесом то он должен страдать потеть у него должны быть страхи стрессы у него должны быть неприятности приятности он должен вечером измученный домой приходить он должен переживать по поводу того что получится и не получится то есть выделять эту психическую энергию а тот человек который сидит дома и читает мантры там мантры денег или мантры или там символы какие-то и ничего не делает то что-то должно произойти хочу вам напомнить начало нашего разговора я вам говорил о том что с нами происходит именно то что мы чувствуем именно поэтому человек который хочет развить бизнес но при этом этот бизнес интернет или просто начать получать деньги он должен знать что ему куда-то нужно отдать свои чувства какие они должны быть те которые заставят человека страдать смотрите ребенок шел упал ударился также у человека и вот что происходит обычно человек который допустим говорит я буду привлекать жизнь материальное благополучие и смоделируем ситуацию это допустим женщина которая там пенсионерка или еще не имеет работы с ней живет мужчина и живут двое детей и она говорит я помогу всем я начну читать по дуйко его мантры коды смотреть на символы носить символы и буду приобретать или увеличивать приток открыть а буду открывать потоки материального благополучия у меня будет все хорошо и что начинается она почитала муж был нормальным вечером приходит и вытаращив глаза начинает придираться по любому поводу орет месяца дети начинают оскорблять здоровье начинает шалить начинает болеть сердце ноги отекают голова болит и так далее и человек начинает ругаться то есть он говорит я отстаиваю там такую точку зрения и так далее начинает нервничать психовать и так далее что это происходит так вот ответ этому есть смотрите это ваш расчет то есть так бы вы в бизнесе начинали горбатиться с кем-то скандалей там что-то делать так вы еще не начал бизнес уже привлекли из этого бизнеса неудачи и они начинают эмоционально проявляться то есть вы уже оплачиваете будущий бизнес себе вот таким образом но что нужно сделать нужно помнить и нужно помнить вот что смотрите если вы читаете допустим если вы читаете допустим эзотерику денег или читаете или практикуете эзотерические методы привлечения материального благополучия и находитесь вот в этом состоянии комфорта вы хотите много денег у вас есть магия которой вы занимаетесь это приходит к скандалам это связано с тем что деньги должны прийти это связано с усилиями которые должен человек произвести физические эмоциональные так бы и произошло в обычной жизни если был бы настоящий труд и деятельность кстати любое преодоление данной трудности начинается с принятия именно поэтому хочу вас научить смотрите очень часто допустим люди делают так люди делают так они почитали допустим какие-нибудь мантры после чего у них появляются неприятности в дома допустим муж приходит бешеные говорит ты мне перестала нравиться ты дура задолбала пошла ты в попу и так далее что в этот момент может сделать женщина вы должны знать что в это время этот мужчина не является человеком который к вам плохо относятся может быть я сейчас позже об этом скажу он таким образом проявляет любовь сейчас я в этом тоже скажу но вы совершаете ошибку вы начинаете обижаться злиться нервничать доказывать придираться беситься еще что-то делать и так далее то есть начинайте создавать процесс агрессии агрессивного поведения а что нужно надо научиться принимать это одна из особенностей болит нога говорите ой болит нога ну ничего пройдет вот кто-то начинает вот смотрите вы почитали мантру денег а у вас дома скандал муж говорит я не хочу чтобы ты этим занималась говорите я не буду больше этим заниматься я вообще тебя люблю ты мне не нравится а что тебе конкретно не нравится во мне мне не нравится что ты полная вы говорите ничего страшного я просто сейчас не могу похудеть но я стараюсь я вот буду меньше кушать главное чтобы сохранить семью я так берегу нашими отношениями я тебя обожаю почему не сражайтесь не обижайтесь не выясняйте допустим женщина вы пришли домой читаете мантры вы мужчина насколько можно ты вообще дома не за что ты там сидишь с этими мантрами вы говорите чего ты хочешь это человек говорит я хочу чтобы ты не занималась больше говорите хорошо я больше не буду специально это будут для тебя больше не делать дело в том что вы должны понимать если вы соглашаетесь то это решает проблему старайтесь максимально соглашаться ваши согласия есть элемент вашего преодоления и вашей борьбы это вас же проверяет мир вас же проверяет на то насколько вы можете проявить усилия орать друг на друга это без усилия это демоны вас колбасят вас а вот согласиться это и есть элемент который является проверкой вот смотрите вы почитали мантры вы почитали там что-то ливан что-то происходит в этот момент старайтесь на протяжении дня особенно с близкими соглашаться то есть они говорят мама сколько можно говорить и дать я согласна я буду делать как ты хочешь все взаиме все ради нашей любви все только для нас хотят для себя можете сказать вы ни при чем это вас проверяет высшие силы вот именно это и переведет вас на новый уровень потому что обычно это выглядит так женщина женщина допустим читает мантры от онкологии или женщина читает допустим какие-нибудь коды для лечения сустава после этого после этого у нее появляется скандал он может быть откуда угодно это могут быть соседи они начинают там стучать это могут быть собака там она начинает гавкать это же какой-то раздражитель этот раздражитель есть ваша проверка если вы эту проверку пройдете и примите ее то тогда вы избавитесь от этого заболевания если вы такую проверку не пройдете то не избавитесь семья двигается на пути к материальному благополучию и каждый стремится и каждый хочет чтобы это происходило женщина мечтает мужчина старается но между ними скандал вот когда происходит скандал то это вас проверяют на вашу вшивость почему потому что дашь вам деньги дашь вам материальное благополучие совместное вы разбежитесь тогда ради чего давать а проверка это является самая конфликтная ситуация то есть появился конфликт и как нужно в этом конфликте пройти вот одна женщина пишет с мамой там мама ругается как реагировать на конфликт смотрите мама вам звонит она вас ненавидит ругается там постоянно у нее плохое настроение если вы примете эту маму то в вашей жизни скажите мама я тебя тоже люблю да мама я тебя полностью поддерживаю да мама будет так как ты захочешь это и есть проверка но не мамина это проверка ваша если вы соглашаетесь то тогда вам жизни лучше будет а если бы мама согласилась вашей словами то ей в жизни было бы лучше я хочу вас научить запомните мои слова которые сегодня скажу когда у вас происходит конфликт когда этот конфликт особенно происходит в семье не говорю за конфликты которые разделены вашей семьей то есть уличные там рабочие так далее мы это не рассматриваем это не тема сегодняшнего разговора они индивидуально ваши внутри семьи то данные конфликты они обычно связаны с какими-то элементами ваших мечтаний которые должны исполниться с вашими чаяниями с вашими желаниями вашими молитвами и вашими просьбами у вас мечтает дочка выйти замуж это все накапливается в ауре вашей семьи после этого когда накапливается в ауре то кто-то должен за это ответить кого-то должны проверить поэтому в случае если вы выскалитесь на свою дочь и она это все проглотит скажет спасибо мама то тогда выйдет замуж если ваш муж допустим с вами начнет ругаться и вы примете сказать да там сашенька коленька петенька так и есть хорошо спасибо спасибо дорогой да так и будет как ты скажешь я до любимый как скажешь любимый то что-то произойдет хорошее я вам ручаюсь это сто процентов происходит но человек говорит нет так не будет глупости делаете глупости почему потому что если вы согласитесь тираном если вы к тирану начнете лучше относиться если вы тирану что-либо будете давать делать то тогда он изменится потому что с одной стороны тирана с другой жертва а если тиран хочет жертву а жертва борется с тираном оскаливается а если тиран говорит там ты какашка вы говорите да любимый как скажешь но я изменю все ради нашей любви то потом он же перестанет это делать хотите в это верьте хотите нет это переведет вас на новый уровень когда на вас кричат близкие когда близкие огорчают вас когда оскорбляют вас это часто бывает вы когда-нибудь задавали себе вопрос чего же они на самом деле хотят от вас почему они это делают я хочу вам объяснить когда-то был когда-то я приехал к своей маме моя мама ей вот на следующий год исполнится 85 лет это было где-то лет наверно 15 может быть даже 17 лет на до где-то 15 лет назад я уже состоялся в общем-то достаточно финансово и занимался своим индивидуальным бизнесом кстати я являюсь единственным эзотериком на планете земля который занимается еще индивидуальным бизнесом как бы зарабатывает деньги от индивидуального бизнеса знаете странные люди которые говорят там допустим много же есть эзотериков которые придумали невероятные самые сложные системы эзотерики при этом проводят семинары зарабатывают на этих семинарах но ни один из них не может по хвалиться наверное или показать свой бизнес а я могу я владелец завода который выпускает бады и фарм препараты на территории украины которые я продаю по всему миру ну и конечно же разве это не является доказательством того что моя эзотерика очень эффективно вот я ей занимаюсь и она эффективна когда я приехал к своей маме и я как сейчас помню это деревня в крымской области была уже осень прохладно так я заведомо сказал маме что я приеду она приготовила холодец и приготовила утку в духовке я очень люблю утку в духовке с яблоками такую сладкую она ждала меня самого утра я приехал к сожалению аж где-то в 7 или 8 часов вечера и вот мы сидим она такая маленькая у меня женщина очень доброе очень хороший человек и и очень люблю обожаю можно сказать и вот я ее держу за ручку сижу рядом с ней друг напротив друга никого нет в доме я и начинаю говорить что мама у меня очень хорошо все в жизни я состоялся у меня есть заработок и я вот вам помогаю и не надо ни за что переживать и так далее она это все слушает и начинает достает платочек начинает горько плакать я жду когда она перестанет плакать и вновь продолжаю что вы и здоровье хорошо и отношения хорошие в общем-то жизнь у меня состоялась я рад и я хотел бы чтобы ты вместе со мной посмеялась и порадовалась этому она достает платочек и вновь начинает рыдать прямо на взрыв ну и я говорю мама ну что ж ты расстраивайся я успешный человек не надо расстраиваться нет ничего такого плохого я думал что она будет радоваться вместо этого она начала горько плакать я говорю мама не нужно плакать все хорошо в жизни у меня она отвечает ты не понимаешь это я так плачу отчасти дело в том что ее жизнь была очень тяжелая она выросла как сирота и ей было очень сложно были тяжелые годы которые не дали ей не реализоваться будучи человеком таким теплым оставшись с родным братом на руках без матери и без отца пережила такую очень тяжелую судьбу и очень тяжелый процесс жизни она о нем не рассказывает потому что видимо эти воспоминания создают у нее драматичность в ее жизни не было радость ее жизнь было бесконечное выживание тогда были времена тяжелые почти были на и когда стога огромной слились в окопы длинные не грела тело гречка и каждый считал почем она копеечка от директора и до обычных людей и копейки зарабатывали и были трудодни и было тяжело и всем приходилось выживать и все прошли голод и послевоенные дети всем было сложно моя мама еще семьи репрессированных и так далее ну и счастья у нее в жизни точно не было дети рождались не было что во что пеленать и знаете моя мама родилась и мир детей и тогда не было ни памперсов один отец работал у них семей не было никто им не помогал этих деток все растили сами детки шли один за другим и в общем-то жизнь была не из легких и ее радость она она не была научена радоваться то есть в ее жизни радость могли принести только дети в ее жизни могли радость принести только ну вот какие-то такие несложные наверное кратковременные минуты но и были огорчения наверно были огорчения и знаете их было наверно больше потому что чем больше детей тем больше огорчений и разочарование огорчение в общем-то судьба была у нее всегда связанная с огорчениями она привыкла и радоваться и огорчаться используя слезы и когда допустим когда допустим когда допустим я это понял то я начал понимать что нет она в этот момент не огорчаются в этот момент она радуется за меня ну и я это просто понял ну и вот вернусь я к тем людям которые ругаются вот подумайте сами чего хочет человек когда ругается унижает что он хочет я хочу вам открыть тайну человек который ругается на вас он хочет к себе любви он говорит ты мне надоело что нужно делать говорите да мой хороший он говорит ты толстая вы говорите да мой сладкие толстая я уже худею не переживай скоро все вместе похудеем не боритесь с этим почему он хочет любви я говорю это серьезно человек говорит ты какашка вы говорите я тебя тоже люблю конечно я какашка все в порядке но я изменюсь только ради тебя для тебя с тобой вот так не обижайтесь не ссорьтесь поверьте мне это уникальный потрясающий и очень эффективный способ тотально изменить свою жизнь в лучшую сторону и вывести все из тотальной мертвой точки в которой вы оказываетесь вы живете с тиранами старайтесь не бороться с этими тиранами а подчиниться принять это единственный способ который изменит ваших тиранов делайте как я вам говорю что есть алкоголь алкоголь для человека это удовольствие без удовлетворения то есть человек выпил говорит ой кайф или покурил о кайф а потом после того когда он покурил то удовольствие получила удовлетворение не получил а человеческое сознание она так устроена что после того когда происходит удовольствие обязательно должно появиться удовлетворение от удовольствия и когда человек выпил и начал получать удовольствие то у него начался бадун и никакого удовлетворения именно поэтому человек хочет вновь получать просто удовольствие без удовлетворения именно поэтому есть такие аспекты которые очень эффективно и очень быстро могут помочь вам избавиться от плохой черты старайтесь в тот момент когда вы пьете говорит себе мне не нравится то что я пью мне не нравится я не получаю удовольствие мне не нравится что попало не нравится не нравится это состояние головокружения не нравится то как я себя чувствую не нравится а на второй день когда вы просыпаетесь говорите себе никакого удовлетворения того что я нет нет на второй день когда вы просыпаетесь говорите наоборот все вчера выпил и получил полностью удовлетворение на год уже так напился на на год точно мне хватит и говорите вот такие слова говорите все получил удовлетворение мне хватило и так далее если эзотерические методы избавить человека от алкогольного опьянения дело в том что в эзотерике считается что если человек допустим пьет алкоголь или употребляет наркотики то этот человек служит злобным богам именно поэтому от алкоголя разрушается отношения в семье здоровье у человека то есть хорошее существо ангел не будет человека разрушать а злое существо черт какой-нибудь будет злобный бог если человек алкоголик будет произносить каждое утро такие слова я добрый добрый человек я служу доброму доброму богу и будет это делать на протяжении всего дня несколько раз то он бросит пить также если вы мать допустим какого-нибудь ребенка или девочки или мальчика который употребляет имеет плохую привычку то говорите я добрый добрый человек служу доброму доброму богу и после этого говорите им я прошу за своего доброго доброго сына он тоже старается служить доброму доброму богу и делайте это повторяя одни и те же слова как я вам дал сейчас многократно к своему удивлению вы увидите что в дальнейшем ваш ребенок ну и собственно вы перестанете хотеть использовать плохую привычку теперь на вопросы ольга сербакова здравствуйте наш уважаемый учитель здрасте у меня часто на левом глазу в нижнем веке соскакивает выскакивает наверно ячмень соседка сказала это порча ух тыс но я во двайте правильно скажите как эзотерически убрать ячмень навсегда он мне уже надоел порядком берете два пальца вот таким образом берете два пальца берете смотрите на эти пальцы плюете на них два раза как я вас научу три раза после этого прикасайтесь к ячменю плюете еще раз убирайте руку и плюете через левое плечо если вы будете сделайте так три раза когда второй раз появится ячмень еще раз сделайте когда 3 еще раз сделайте так три раза в жизни никогда в вашей жизни больше этими не будет полностью вылечитесь а по поводу того что соседка сказала что это порча нет это у вас могли сглазить позавидовать вам могли светлана шацких интересная тема знаю по себе помечтала успокоилась и все вот хотя помню что мечты сбылись спустя 18 лет научите правильно жить уже ответил я работаю в хирургии санитаркой и когда операции мне становится плохо как эзотерически убрать это состояние спасибо огромное смотрите с левой стороны у нас на запястье есть . если приложить три пальца вот так вот то тот палец приложить три пальца к запястью то самый последний безымянный палец который будет у нас оставаться в этом месте прямо посредине нашей кисти находится . если массажировать эту точку то проходит состояние когда становится плохо перестает тошнить перестает становиться плохо и это все исчезает также я хочу вам сказать что на это место случае если вас от чего-то тошнит и вы постоянно чувствуете себя плохо на это место можно нарисовать шарик или приложить или примотать магнитик или нарисовать шарик или кружочек фиолетовой краской это все будет заставлять у вас будет создавать адаптацию к тем моментом которые вызывают у вас вот это отвращение вот татьяна крылова каждый вебинар открытия спасибо большое пожалуйста дима волмон здрасте андрей андреевич подскажите как эзотерически избавиться от страха высоты вот то что я сказал вот сюда необходимо привязывать магнитик если первый день привяжите сюда магнитик и будет страшно то возьмите его и поменяйте местом то есть разверните это . такая знаете она достаточно достаточно хорошо работает вот рекомендую я не помню название фэнни какой-то там ли луи фэнни как-то так называется не помню светлана алекс андрей андреевич скажите пожалуйста как вылечить амиотрофический склероз это заболевание амиотрофический боковой склероз да есть такой бас если такой способ бады или какой-то звук слушать или еще что-то но там же это все заболевание но аутосом на доминантная вызвано и генетическими атовизмами у человека возникает связано это с генетической предрасположенностью можно ли как-то это изменить были ли в моей жизни люди которые смогли улучшить свое состояние и даже вылечить вы знаете да моей жизни сразу же хочу сказать что это не является панацеей не является прям 100 процентной рекомендации к использованию но случае же были то есть женщина которая лежала прикованная в дальнейшем начала вставать и прожила и говорили что она будет жить там 56 лет она при этом ну скорее всего даже до сих пор живет я не знаю ее историю но я после того когда и поставили такой диагноз и она была лежачий ну наверно после этого спустя ее и три года видел и пять лет и знаю точно что она даже за рулем ездила хотят для самого заболевания когда-то одному доктору сказал он мне ответил что андрей андреевич вы же понимаете что это но не то заболевание видимо ей поставили неправильный диагноз и так далее я говорю ну послушайте там же неправильный диагноз в общем то поставить невозможно так как там есть исследование мозга которые указывают на наличие или отсутствие данного заболевания но тем не менее вернемся все же к теме рекомендация звучит так необходимо выкопать куст крыжовника в тот момент когда на крыжовнике есть ягоды весь куст вместе с корнем вымыть также отдельно отложить ягоды отдельно листья отдельно корень и отдельно стволы все это между собой перемолоть все это между собой перемолоть все это высушить между собой перемолоть после чего настоять либо на спиртовую на спирту либо на водке лучше на водке настоять это на протяжении 10-20 дней принимать по чайной ложке либо же заваривать столовая ложка на стакан воды принимать два раза в день утром и вечером ну а если эзотерический способ эзотерический способ выглядит так необходимо представлять будто в середине вашей головы огненный яркий шар на него необходимо накладывать или выкладывать тесто и представлять будто вы шпателем это тесто размазываете по всей поверхности этого шара и добиться состояния при котором закипать или сжариваться и сгорать вот этот вот это тесто не будет по моему мнению само заболевание связано с переизбытком переизбытком желчи у человека это обычно происходит у человека который тотально контролирует свое огорчение негативное поведение и так далее ну и переговорить перегорает все это в нем это желчи не выходит при этом эмоции не проявляются при этом человек такой более спокойные хотя должен быть более холеристические более такой активной и это все со временем может перерастать вот в такое заболевание по моему мнению может помочь применение желчи вывод желчи гонных препаратов в небольшом количестве а также вещества гипакс наташа казакова скажите может ли человек управлять тобой на расстоянии или это все бред я считаю что есть люди которые могут управлять другими людьми на расстоянии но это люди которые специально развивают у себя такие способности может ли обычный человек влиять на другого человека и заставлять его что-либо делать скорее всего нет то есть другой человек может создать для этого человека неприятную ситуацию или даже заболевания но управлять на расстоянии нет но я хочу вам сказать что есть такие психические заболевания как допустим психологические заболевания невроз который может привести человека к появлению допустим там депрессии или тревожных состояний может сформироваться допустим повторяющийся идея как допустим во время появления синдрома кандинского клерамбо это автоматическое повторение или выход из повторения путем автоматического решения то есть это могут быть такие заболевания которые необходимо на которые необходимо обращать внимание но не искать их причины в психологии или психосоматике а искать причины и находить выход в гормонах коры головного мозга дофамин серотонин и так далее там холин определять нейропептиды и после чего все-таки подбирать те препараты которые могут вот это все восстановить то есть это очень несложный процесс лечения возможно врач вам сможет назначить определить точно к какому из состоянии вы чем вы болеете и после чего назначит правильное лечение не стоит бояться или не стоит переживать что у вас есть психическое отклонение вот смотрите разве человек должен стесняться что он болеет гипертоническим заболеванием сердца разве человек может стесняться что он болеет допустим лаукома или катаракты но вы должны знать что геморроидальные узел у человека или молочница или допустим аппендикс или допустим там пневмония или катаракта или там аллопеция даже это все естественные заболевания человека каждый человек может этим болеть именно поэт даже психические отклонения психиатрические заболевания это все ни один человек от этого не застрахован именно поэтому я хочу сказать вам что стесняться или бояться этого не стоит принимайте себя не страдайте не ищите первопричин не слушайте никаких бабок обращайтесь к психиатру поверьте мне в большинстве случаев это очень несложное лечение обычно это там нейролептик там возможно это квитерона начали сираквель это там там не знаю там возможно это там флоксетин там лечу что-то опять-таки понять сможет только психиатр то есть он сможет определить нет ли у вас эпилептических синдромов нет ли у вас там состояние тревожности или у вас панические атаки или вы в депрессии находитесь и так далее и это очень несложно начать лечить поэтому не нужно думать о том что кто-то управляет вами у обычных людей которые живут обычной жизни не появляются таких идей именно от того что у человека появляется эта идея и это и говорит о том что у человека есть психиатрическое отклонение спросите у любого знакомого знакомого вам человека если у него или появляется ли у него идея что кто-то на расстоянии им управляет и не нужно считать бред потому что в слове бред я считаю находится угроза почему относитесь уважительно к тем состоянием которые у вас возникают просто просто унижаете состояние вы ограничиваете себя вы боитесь этих состояний и унижая себя вот таким образом вы отдаляете возможность стать вновь самым хорошим обычными совершенно здоровым человеком ухудшая в общем-то свое состояние мадам ирина мада как эзотерически защитить семью от новых вирусов которыми нас пугают самый простой способ этом изготовления как я уже говорил изготовления вообще какие существуют самые простые противовирусные препараты которые есть на земле 1 на первое место заваренная липа начните принимать каждый день чай с липой медом второе обязательно начните использовать берете белок сырого яйца разводите его с теплой водой так чтобы получился вид такой можно в блендере так чтобы получился вид как будто это молоко пьете такое молоко один два или три раза в день по одному стакану те люди которые пьют это молоко избавляются от вирусных заболеваний в общем-то все очень хорошо происходит но самое простое что существует я вас шокирую сейчас смотрите я заснял на видео но решил его не выкладывать потому что близкие попросили я взял и показал я говорю смотрите если взять зеленый чай в если взять зеленый чай в чайничке и взять допустим черный чай в чайничке или еще какой-нибудь компотик в чайничке мы ни во что не добавляем ни во что не добавляем сахар ни лимон ни сахар и заварим эту водичку и после чего выпьем зеленый чай черный чай компотик немножечко на самом краю оставив остаток так вот в черном чае появится гриб чайный далее в компоте появится плесень и гриб и никогда никогда в чистом зеленом чай ничего не появится почему чистый зеленый чай хороших сортов является естественным одним из самых мощных ярко выраженных анти противомикробных веществ принимать зеленый чай не только хорошо это уникальное средство для похудения для омоложения это может быть чай допустим мой любимый называется матче мне нравится вот матча чай также люблю сорта белого чая мне тоже я люблю очень паэр китайский но такое чтобы он долго стоял мне очень нравится почему я люблю паэр дело в том что я скорпион а скорпионы рыбы ну в общем-то раки и все водные знаки их заболевания от которого они могут чувствовать себя плохо и от которого могут умереть это заболевание связанное с почками это их слабое место поэтому такие знаки должны придерживаться идеи что они должны постоянно на протяжении всей жизни обращать внимание на работу и деятельность своих почек как допустим знаки земли должны обращать внимание на работу своего желудка знаки огня должны обращать внимание на работу сердца и печени знаки воздуха на работу печени и эмоций то есть вот таким образом они должны бесконечно обращать на это внимание именно поэтому я обращаю внимание на почки вот мне очень нравятся дорогие старые сорта китайского чая ну и недорогие тоже китайские чаи такие которые спрессованные долго лежат почему китайцы так любят этот чай тайна заключается в том что от такого чая у человека исчезает жажда объедаться второе очень очищает почки устраняет камни из почек убирает воспаление мочевого пузыря мужчин улучшает общую потенцию у женщин появляется вновь допустим там желание и это все связано с улучшением либидо женщины и мужчины худеют молодеют и хорошо себя чувствуют считается что зеленый чай горький это зеленый чай который делает человека мудрым пуэр чай это тот который лечит почки пьют такой чай несколько раз на протяжении дня пьют его горячим или теплым пьют очень медленно из маленьких чашек старается думать о чем-нибудь прекрасным я могу сказать вам что я тоже являюсь поклонником питья зеленого чая и считаю что тот кто пьет зеленый чай тот имеет еще и возможность препятствовать появлению вирусных заболеваний чай зеленый нужно пить крепким также зеленый чай снижает давление у человека поэтому случае если вы гипертоник и вам нечем стимулировать свое сердце и нечем стимулировать свою психическую систему а хочется еще книжку почитать не засыпать хочется еще как-то бодрствовать то пейте зеленый чай он снизит не повысит давление и улучшит общее состояние кстати зеленый чай только в случае если при заваривании зеленого чая вода окрашивается зеленым цветом если вода окрашивается зеленым цветом этот чай хороший если пить такой чай то он убирает макула дистрофию глаз также такой зеленый чай хорошо прикладывать глазам в случае если есть заболевание развивающийся глаукома ольга загороднюк как с точки зрения эзотерики объяснить почему женщины слабый пол живут дольше мужчин это все объясняется с легкостью дело в том что женщина устроена по принципу накопления собирания и сохранения мужчина же живет по принципу по принципу добивания реализации движения таким образом если рассмотреть большинстве своем женщин то можно сказать что большинстве своем женщины они живут и хотят жить без конца более пассивно чем мужчины мужчинам свойствен бег мужчинам свойственны физические упражнения мужчинам это свойственно женщинам это не свойственно именно поэтому очень часто когда женщины начинают очень долго и чрезвычайно активно заниматься спортом то у них начинает выделяться тестостерона они становятся похожими на мужчин кстати замечали а вот для мужчин энергия которая не выделяет она достаточно активная также женщина женщиной управляет три гормона это гормон прогестерон эстрадиол и пролактин и ну и тестостерон именно эти половые гормоны которые выделяются ну кроме пролактина который выделяется мозгом и влияет на железы грудные у женщин фактически нет нет не эстрадиола не прогестерона у мужчины ну практически не выделяется ну и пролактин в большинстве своем выделяется но уже при редких каких-то заболеваниях тестостерон основной гормон у мужчины и тестостерон он выделяется только в случае если мужчина рано встает случае если мужчина ведет активный образ жизни в случае если у мужчины стабильные интимные отношения в случае если мужчина молод там если он ест мясную пищу так как только из белка животного происхождения в большинстве своем формируется гормоны половые и гормоны надпочечников у мужчин особенно тестостерон именно поэтому для мужчины как ни странно очень важно кушать мясную пищу не зря говорят что же он за мужик если мясо не ест для женщины это не нужно у женщины может могут формироваться эти гормоны независимо от ее возраста причем после возраста пост климатического или правильно говорит пост климактерического у женщины могут возникать всплески гормонов и могут допустим к возрасту там допустим женщины у женщины в 50 лет произошел климактерический период там закончились вот эти ощущения плохие после чего она начинает жить первые там 12 там пять лет она может чуть-чуть выглядеть хуже стареть а после чего в случае если она ведет пассивный образ жизни спокойного образ жизни там кушает достаточно хорошо много отдыхает то у нее происходит расцветание не зря говорят что в 50 баба ягодка опять а у мужчин такого нет дело в том что мужчине для молодости нужно физической активности женщины нет для нее для молодости нужно наоборот отдых растяжка очень теплые отношения тепло интимное отношение стабильность у детей стабильность жизни это делает ее молодой естественно если женщину поставить в условия при котором она и шачет с утра до ночи там колья забивает веслами там или колья забивает или веслами гребет либо у нее работа нервная там либо она постоянно там орет и там переживает за кого-то то будет она стареть быстро особенность старения женщины заключается в том что у нее данные гормоны они могут выделяться до самого преклонного возраста и эстрадиол и прогестерон у мужчин нет мужчин тестостерон выделяется только до 62 63 лет после чего это сожалению исчезает как прочим исчезает и усваиваемость азота и за счет этого мышцы становятся дряблыми у женщины этого не происходит так как даже усвоение азота происходит с учетом переключается одни модели усвоения азота на другие модели усвоения азота ну и так далее то есть переходит на внутренний цикл крепца и формируется по-другому даже расщепление молочной кислоты перу ватки на за это мр м4 и так наталья подскажите вы дали очень много кодов на первой платной ступени восьмого дня я выписала для себя более 20 как правильно с ними работать взяли допустим 5 по 108 раз можно взять маленькие четки такие у которых есть деление допустим по 8 четок и можете читать допустим взять 20 кодов и каждый год каждый код читать по 8 раз всего лишь переходя сразу же к другому так произойдет более эффективная работа с кодами участвовала в семинаре изменения судьбы 3 недели всем было плохо потом начался подъем вашими методами раскручивая онлайн магазин еще раз спасибо пожалуйста очень приятно хочу вас пригласить а кстати хочу сказать что скорее всего сегодня или завтра выйдет новая программа интервью которая будет опубликована на моем канале youtube она будет посвящена материальному благополучию не прямой эфир а еще одна программа интервью огромное вам спасибо за то что вы следите за информацией которая появляется на моем в моем youtube канале андрей дуйко официальной так как я вижу резонанс и вижу что вам нравятся новые модели интервьюирования и так далее я продолжу выпускать такие программы более активно и буду делать это со стабильной частотой я думаю что в месяц там 3-4 программы также скорее всего в дальнейшем изменится формат и санга я изменится формат и моих мастер-классов также хочу сказать вам чтобы вы не забывали уже со следующей недели с четверга на следующей неделе будет проходить мастер-класс это трехдневный семинар утром и вечером где я буду давать методики целителя которые позволят вам после трех дней работы со мной обучиться и профессионально применять методы исцеления себя и других людей онлайн или даже на расстоянии это очень эффективные методы великолепно работает когда вы мне пишите можно мне этим заниматься или нет я хочу вам сказать если у вас есть чувство что вы хотите этим заниматься то приходите потому что правильно использование методов даже если вы не верите в это и у вас ничего не получается в итоге приводит к тому что у человека происходят такие яркие процессы влияния и человек который является оператором получает то что ему необходимо то есть улучшает состояние того человека который принимает его энергию и пациента то есть человек начинает выздоравливать пациент выздоравливает так что я вас приглашаю приходите женя анисимова здравствуйте андрей андреевич прошла семинар эзотерика и дети скажите пожалуйста можно ли читать слоги и коды для троих детей одновременно можно до лилия шаламова расскажите пожалуйста а телепати как эзотерически работает эта способность и как ее развить проходите семинар который будет марафон который называется развитие ясновидения приходите на семинар который будет называться развитие ясновидения и я вам расскажу о том как работает телепатия нарисую объясню скажу у кого будет получаться у кого нет что мы ощущаем мы снимаем информацию только того что человек чувствует они что он думает можно ли развить снятие информации что он думает можно и как это сделать я объясняю что такое изгиб нашей души что такое сознание или гантель сознания то есть как этим работать как это утягощать как проникать каким образом снимать информацию об этом всем я рассказываю елена дмитренко андрей андреевич подскажите пожалуйста при повышении давления или когда нервничаю сильные спазмы в горле и станически они называются начинается от дышка из-за этого что хорошо попить чтобы уравновесить состояние или вовсе убрать вам необходимо несколько препаратов первый препарат magnum c300 по столовой ложке три раза в день второй препарат магний b6 по две таблетки четыре раза в день третий тонизон по две таблетки три раза в день есть очень хороший способ такой значит берете обычную палку от швабры или берете допустим там кусочек трубы пластмассовой или берете пуфик который вернее берете полотенце и сворачиваете его чтобы получился такой вот ролик ложитесь на спину подкладывайте это полотенце под свои икры ног поднимаете свои ноги так чтобы они были над этим полотенцем модели руем эту ситуацию так чтобы это было над вашим полотенцем и быстро ладонями ладони лежа направляйте вверх потолку поднимайте вот так невысоко ножки над полотенцем и роняете их так чтобы это полотенце ударяла вам по икрам делайте так утром и вечером при этом одеваете на свою правую руку на свою правую руку ниточку состоящую из трех нитей красной и синей и носите на правой руке такую ниточку такая ниточка уберет у вас в дальнейшем давление но принимайте обязательно магний там есть очень хорошие препараты лучше если у вас давление не снижается и чтобы вы не принимали ничего не получается я обычно советую обязательно начать с остеохондроза знаете когда-то говорил уже так долго людям лечат шум в ушах так долго ли людям лечат там плохое зрение людям долго лечат там боли в шейном отделе людям так долго лечат допустим там нервные состояния и так далее вообще все банально просто если у вас поднимается давление почти в 100 если у вас кружится голова почти в ста процентах это связано с тем что у вас есть просто обычный шейный остеохондроз наблюдая за людьми которые болеют шейными остеохондрозами я могу с уверенностью на сто процентов сказать что всегда у этих людей появляется гипертоническое заболевание устраняем шейный остеохондроз исчезает гипертония как устранять шейный остеохондроз не нужно никакие движения шеи и так далее начинайте кушать каждый день рис при этом не соленый убирайте вообще по возможности соль из рациона питания каждый день делаете массаж воротниковой зоны если нет возможности тоже ничего страшного а что же необходимо делать натирайте вашу шею ежедневно либо траксивазиновой мазью либо моей мази есть габбана но делайте и вертебрали с бешофит вот такими мазями но делайте это в день два-три раза можно взять там кобра токсин какую-нибудь там вьетнамскую мазь такую чтобы там яд был какой-то случае если вы это будете делать смазывать себя или натирать шейный отдел то вы убедитесь в том что через месяц исчезнет шум в ушах улучшится зрение улучшится все остальное когда человек говорит у меня панические атаки депрессии так далее обычно говорю а вы знаете что в большинстве своему людей у которых появляются панические атаки и депрессивные эпизоды у этих людей в большинстве своем есть гипофункция щитовидной железы и вот если человеку начать давать в этот момент йод или йод содержащие продукты в более повышенном количестве то этого человека вновь восстанавливается его нервное состояние вернее его спокойно вновь восстанавливается его спокойное состояние он лучше себя чувствует очень часто одно из симптомов появления у человека страха панических атак депрессии заключается в том что не хватает йода но дело в том что если провести исследование щитовидной железы и провести исследование на наличие допустим там и а троп на во гормона 4 или тереотропного 3 или аутоиммунной переоксидазы ну или а ттп о или какие-либо другие провести исследования то они очень часто могут быть в норме они-то в норме а вот йода не хватает почему-то и что нужно делать нужно начать принимать йод содержащий продукт йод содержащие продукты могут быть в минеральном комплексе но его нужно принимать достаточно большом количестве либо попить в виде люголя там по 10 капель на столовую ложку молока там 12 раза в день так безопасно елена хряков скажите на 7 ступень могут попасть все желающие которые прошли 6 ступеней ли будут дополнительные условия пока и не решил вы сказали что те кто проносит целый год метасоник 10 имеет возможность попасть на семинар я вам обещаю елена вы точно попадете прямо обещаю скажите пожалуйста можно ли считать желание на новогоднем программирование избавления от долгов сбывшимся если пришла идея просто поменять квартиру на меньшую по площади и закрыть ипотеку вы правильно считаете и это это вроде как ухудшение нет в вашем случае решайте этого я вам хочу предсказать судьбу на протяжении пяти лет и четырех месяцев вы сможете купить новую квартиру себе большую эту именно которые вы хотели все нормально рима шуба чины добрый день андрей андреевич подскажите пожалуйста как лечить блуждающий нерв прошла 5 марафон ученица 1 оплачиваемой ступени когда вы будете ложиться спать то обязательно держите положите в кровать металлическую какую-нибудь металлическую трубку и вот так сильно когда он нерв вас начинает мучить сильно рукой сжимайте прямо сжимайте несколько раз раз два три 4 вот так несколько раз если не проходит берете и с другой стороны кладете данную металлическую трубу и в этом можно гантель и вот так сильно рукой сжимайте обычно 1 2 или даже трех дней достаточно для того чтобы убрать вот такой блуждающий нерв очень хорошо помогает баня убрать блуждающий нерв препарат инста макс ирина мы ученики с мужем 3 обновленных ступеней в школе три года но я вернулась на первую вроде жизнь потихоньку налаживается начинаем придерживаться философии появились хорошие отношения хотя раньше они были мягко говоря ужасными и вроде все хорошо и как вдруг все опять катится к своему началу и опять приходится собираться силами и начинать все сначала замкнутый круг получается сегодня я вам объяснил что необходимо делать то есть вы скорее всего в вашей семье когда начинаете прикасаться к эзотерике то не можете справиться с доминированием и тот человек которому претензии он должен их принять и согласиться тогда вы перейдете на новый уровень не говорить а ты да то неправда и виноват и так далее это одна из самых глубоких эзотерических тайн она одна из самых глубоких и она нереально изменяет судьбу человеку это и есть тупик даже иисус христос сказал свое время о эгоизме он сказал о том что человека эгоизм человек от эгоизма страдает именно поэтому я хочу сказать вам что когда допустим в доме вашем квартире или еще где-то вы почитав эзотерические начинаете выполнять эзотерические практики и так далее и кто-то начинает к вам плохо относиться принимайте это потому что это и есть та ступень это и есть та проверочная модель вашего перехода на новый эзотерический уровень это и есть то что изменит вашу судьбу не нужно лезть кому-то ты не такой ты не так и так далее обращайте на то что вам говорят потому что это вам принадлежит вам говорят ты не такая говорить я согласна и не такая я все принимаю спасибо я тебя тоже люблю но не боритесь ты сам такой да пошел ты вот этого не делайте старайтесь быть более мудрым эзотерический человеком здравствуйте могут ли наши поступки из прошлого влиять на судьбу наших детей до могут влиять на судьбу ваших детей до момента пока у ребенка не появляется первая интимная близость если ребенок девственный то даже если ему 45 лет то поступки мамы онлайн могут на него воздействовать случае если ребенок уже не девственен то тогда поступки родителей за поступки родителей которые были ранее он не отвечает случае если этим поступком не были поступки убийства ага здесь еще целая куча сообщений которые вы написали в ю тубе да богу как много ага андрей андреевич как бросить курить когда вы курите каждый раз берете перед тем как зажить сигарету вот а нет есть другой способ четверг четвертого числа четверг четвертого числа найдите месяц когда будет четверг совпадать с четвертым числом и когда будете ложиться спать четверг четвертого числа произнесите все с завтрашнего дня больше курить не буду и бросите если первый раз не поможет второй раз поможет но обычно трех раз достаточно до обычно даже двух достаточно хорошо выгляжу спасибо очень приятно здравствуйте хотела спросить кашель у сына не проходящий но когда он в лежачем положении он не кашляет а когда спит тоже не кашляет это связано скорее всего у него с аллергическим кашлем и это может быть еще синдромом гастроду аденальным когда человек стоит то у него может из-за ложного крупа происходить изменение диафрагмы вызванная высоким количеством выделяемой кислоты это может произойти происходить на фоне аллергии и это может происходить на фоне заболевания гастроэнтериальный за эзофагин допустим и лечится можно попробовать не лечить а просто снижать у него кислотность пусть принимает чайная ложка соды на стакан теплой воды пьет по чуть чуть на протяжении дня посмотрите в случае если он на этом фоне на протяжении недели или полутора недель бросит кашу перестанет кашлять то обратитесь в дальнейшем гастроэнтерологу пусть все-таки определит каким заболеванием гастроэнтерологическим страдает ваш ребенок и перестанет болеть марина корющенко андрей андреев добрый вечер вы очень хорошо выглядите помолодели лет на 15 замечательный пример для нас я принимаю препарат молодила мне он очень нравится на фоне приема препарата молодила я помолодел и принимаю препарат чай tutus мне очень нравится ну и конечно же плюс еще в том что я очень активно занимаюсь физическими упражнениями то есть я активно занимаюсь делаю это ежедневно то есть по-другому я взял себя в руки когда зимой этой я читал семинар программирование нового года я там весил в это время 111 килограмм сейчас я вешу сейчас я взвешиваюсь и сейчас мой вес составляет 97 получается 111 минус и 97 это получается 14 килограмм то есть между нового года и этим днем сегодняшним у меня произошло снижение веса на 14 килограмм вместе с этим улучшился слух улучшилось зрение улучшилось самочувствие улучшились отношения в семье и так далее что я обычно делаю я как каждый человек конечно же не люблю никаких физических упражнений но нужно поэтому я обычно не занимаюсь там культуризмом и всем остальным сажусь на велосипед или на беговую дорожку засекаю час или там засекаю час 20 минут и просто бегу или плаваю лилия ефименко пишет в ноябре 2021 года будет четверг с четвертым числом воспользуйтесь советом пожалуйста после марафона 20 уровней духовного развития дела немного ухудшились и это хорошо видимо начался переход на новый уровень да скорее всего он начался но нужно обязательно знать что в ваших силах все изменить а теперь скажите мне вам понравился сегодняшний вебинар у вас появились какие-нибудь идеи как с этим можно справиться скажите правильно ли было названо сегодняшняя лекция словами к чему приводят мечты и понравилось ли вам идеи мои которые я вам дал которые вам помогут выбраться из тех состояний в которые вы попадаете и так быстро основные наши теги сегодняшнего нашего вебинара и так первое обычно читая изучая различную литературу мы думаем что наши мысли материальные но это не факт очень много людей которые пытаются практиковать данные методы сталкиваются с тем что у них ничего не происходит с чем же это связано первое с нами происходит не то о чем мы думаем о то что мы чувствуем все движется к удовлетворению именно поэтому если вы о чем-то думаете и вам это приносит удовольствие то скорее всего это произойдет но если вы так думаете настолько долго думаете что это вам приносит после того когда вы получаете удовольствие удовлетворения то это удовлетворение блокирует происходящее идеи ваши о которых вы мечтали именно поэтому материализации их не происходит именно поэтому очень часто происходит эффект выгорания у человека человек начинает долго думать и мечтать о чем-то или о ком-то и это приносит ему удовлетворение если это произошло уже тогда зачем вновь это давать человеку в живую если он удовлетворение уже получил поэтому старайтесь не мечтать а если мечтаете то очень коротко вызывают себя желание действовать и даже немного злиться куда приводят человека мечты ответить можно однозначно они приводят его к тому что исполнившись сознание он получает удовлетворение от их исполнения и они не реализуются в его жизни почему человеку нельзя произносить слова я богат я здоров данные слова являются словами самообмана так будучи бедным человеком человек говорит я богат и происходит удовлетворение и следующее спокойствие вслед за ним давайте представим бога который думает кому дать богатство смотрит на человека который в душу этого человека смотрит и говорит у меня много денег я богат я удовлетворен после чего говорит ну раз у него все есть зачем ему давать ведь он же уже получил удовлетворение от того что он себе наговорил кстати по моему мнению человек очень страдают из-за самообмана так как я считаю что это приводит человека к депрессии как человек начинает зарабатывать и строить бизнес обычно это происходит с первое преодоление страха включение решительности многократном перешагивание через себя неудача всегда сопутствует начинающему появляются долги разочарования вновь появляется идея и человек пробует это еще раз видите ли любое начинание всегда связано с падением даже ребенок который начинает ходить и делать первые шаги многократно падает и ударяется так и с бизнесом в гору когда идешь потеешь так и в бизнесе всегда начало сложно и занимает у человека много психических физических сил а теперь рассмотрим этого человека эзотерика он находится дома ему комфортно он хочет много денег у него есть магия которую дал ему дуйко в виде символов шумов виде мантр знаний этот человек начинает читать данные мантры применять данные методы эзотерические техники коды шумы у него начинается неприятности и скандалы с близкими начинает увеличиваться давление появляется физическая усталость на ровном месте проявляется неприятность человек задает себе вопрос как же так ну и объяснение это связано с тем что деньги должны прийти и это связано с усилиями которые должен был бы человек произвести физически или эмоционально в своей жизни для того чтобы это заработать но если бы это произошло в обычной жизни и был бы настоящий труд и деятельность трудовая то это бы у него произошло физическая тяжесть там он поднимал эмоциональное переживание но он же этого не сделал то есть он это сделал эзотерически а когда эзотерически он прочитал то нужно чтобы у него была и физическая трудность и эмоционально кстати любое преодоление данной трудности начинается с принятия именно поэтому человек читающий мантры должен быть всегда готов к каким-то неприятностям скандалом скандала в этот момент является уровнем через который человек может перейти случае если оскорбления и претензии которые проявляются в ваш адрес от ваших близких вы начинаете с ними соглашаться и начинаете их принимать старайтесь максимально с этим согласиться ваше согласие есть элемент вашей борьбы это вас же проверяет на то насколько вы можете проявить усилия которые необходимы человеку когда он материально начинает расти у вас что-то болит старайтесь максимально терпеливо все перенести принять мажьте лечите но не жалуйтесь не страдайте это даст вам переход на новый материальный уровень ну и духовный тоже когда на вас кричат близкие когда близкие огорчаются когда оскорбляют вас чего они от вас хотят почему они это делают ну и я рассказал историю приехал к своей маме нелли в крым начал рассказывать какой успешный думал будет радоваться она начала плакать ей говорю мама не нужно плакать все хорошо она отвечает я плачу отчасти человек жил такой сложной жизни что даже раза радость вызывает у него слезы он уже боится реагировать по-другому так и у многих людей человек вас обожает человек вам хорошо относится и когда вы слышите от него претензию знайте это такой вот извращенный формат проявления его любви по отношению к вам чего он хочет когда человек ругается унижает он хочет чтобы приняли его любовь поэтому он говорит ты мне надоело вы говорите да мой хороший я тебя все равно люблю он говорит и толстый вы говорите ничего страшного мой сладкий я похудею и мы вместе будем но мы же все равно из-за этого не потеряем нашу любовь я все изменю тебя тоже люблю кстати там кто-то спрашивал как отнестись к маме которую допустим не муж не принимает еще кто-то я вам хочу сказать мама папа которые которых выгнали которые никому не нужны вынесете за них ответственность надо в кровь разбиться но посвятить свою жизнь тому чтобы эти ваши близкие не были бездомными особенно если эти люди связаны с вами по крови это ваш нравственный социальный человеческий долг иногда человек говорит почему в моей жизни ничего хорошего не происходит как же вам дать что-то прекрасное новое если вы бесконечно цепляетесь за что-то переживайте и тяните старое не построите прекрасной жизни если все время вспоминаете и зацикливаетесь только на чем-то плохом именно из-за этого очень часто ничего хорошего и не происходит так как человек все время думает и вспоминает только плохие поступки собирает только плохие события ну и ждет что что-то хорошее в жизни его произойдет с вами был андрей дуйко до свидания у нас начали сейчас с память вебкам с чатком горячей девочки видео чат 18 огромное спасибо но все горячие девочки горячие мальчики находятся уже сейчас здесь и нам чаты не нужны я желаю всем нравственности любви добра успеха материального благополучия доброты